Бронежилеты, рации, респираторы, медикаменты. Буквально как на войну собирают жители Украины иркутяне. В столице региона объявлен сбор вещей для братского народа. В основном для тех регионов страны, где идут уличные бои. Законна ли такая акция и к чему она может привести? Разобралась Алена Полоненко. Окопы и шины, люди в камуфляже. Для юго-востока Украины сейчас привычная картина. Под впечатлением от нее и Михаил. Он недавно вернулся из соседнего государства. Два месяца в качестве волонтера провел в горячих точках. Луганский, Донецкий, Одессе. По возвращении решил организовать сбор гуманитарной помощи жителям братского народа. Правда ее набор отличается от привычного. Прежде всего нужны медикаменты. Это элементарные противопростудные бинты, катетеры, антибиотики сильные. Спецсредства для получения самообороны. То есть по возможности. Камуфляж, берцы. Рации можно купить. Военные магазины уже не работают. Где им взять? В списке того, что надеются получить волонтеры, также бинокли, бронежилеты. Кстати, не самые дешевые предметы. Стоимость рации, например, начинается от 2-3 тысяч рублей. Минимальная цена бронежилета – 10 тысяч. Всю эту дорогостоящую атрибутику молодые люди предлагают приносить сегодня вечером на сквер Кирова. Правда, формат мероприятия вызвал сомнения в администрации города. Именно там согласуют проведение подобных акций. Уведомление на проведение массового мероприятия подается не менее, чем за 3 дня. Поэтому предложили им провести одиночную акцию. Должен присутствовать один человек в радио эти 50 метров. С аналогичными требованиями, с аналогичными действиями людей быть не должно. Следить, как волонтеры будут соблюдать букву закона, предстоит полиции и сотрудникам администрации. Чтобы акция по сбору помощи не переросла во что-то большее. Правда, уже сейчас многие, в том числе политологи, стоят под сомнение пользу от такой поддержки. Официальную позицию всегда высказывает президент Российской Федерации. Поэтому пока у него позиция достаточно осторожная. Но это явно не за войну, потому что нужно быть очень внимательным и смотреть, что люди собирают. Потому что иногда под какими-то благими предлогами собираются вещи совсем не очень благие. В официальной организации Иркутском отделении Красного Креста, конечно, не остались в стороне от событий в соседнем государстве. И помощь собирают. Но только в виде денежных средств. И направлять ее будут адресно тем, кто из-за событий на Украине вынужден был переехать в российские регионы. Алена Полоненко, Михаил Глизин. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин